10 вечера. 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 И МНСП вот такая позиция, которая объединяет женщин, еврейских женщин, израильтянок и не только, и позволяет нам больше узнавать о еврейской традиции, в общем-то, нашей связи с землей прадцев, с Израилем, с нашей Родиной, ну, по крайней мере, моей. Поэтому большое спасибо, Анна, за приглашение. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча тоже пройдет хорошо и радостно, потому что вино другого и не сулит. Всегда, когда мы в иудаизме говорим о вине, мы подразумеваем радость. Все наши праздники, все наши благословения, все наши традиции, шаббат, ну, вот, Песах, Пурием, что ни возьми, оно всегда так или иначе связано с вином, связано с благословениями на вино, по крайней мере, с виноградом. Сегодняшний вечер мне бы хотелось разбить на какие-то такие две условных части. Первая часть теоретическая, вторая часть практическая. Я надеюсь, что все приготовили бокал с белым, красным, розовым, игристым, какой у вас есть. Мне было бы очень приятно, если бы вы включили ваше видео, потому что сейчас у меня ощущение, что я разговариваю с черными кубиками. Я не уверена, что черные кубики могут что-то понимать в вине, но я постараюсь донести до них, даже до них донести эту информацию. Спасибо большое. А, я вижу, там кто-то идет, кого-то о спорт. Какие счастливые люди. Всем привет. Меня зовут Айнат. И в конце я буду рада услышать ваши вопросы. Буди таковы появятся. Поэтому вначале мы начнем с теории, продолжим практикой и закончим, возможно, какими-то обсуждениями, дискуссиями и так далее. Так что вы можете писать вопросы в чат. Я буду его читать, буду его видеть и буду, конечно, по возможности в конце отвечать на ваши вопросы, если я буду знать на них ответы. Так вот, мы говорили о связи иудаизма и винограда. И, конечно же, образ виноградника, образ вина – один из наиболее мощных и наиболее, скажем так, задействованных в нашей традиции, в нашей истории. С винограда начинается и заканчивается одна из самых красивых еврейских историй любви. Это текст изложен в «Песни песней». Образ виноградника предстает перед нами практически во всех книгах пророков. Образ виноградника так или иначе бесконечно дискутируется, цитируется в Талмуде. Кашрут, вина – один из наиболее сложных и обсуждаемых вопросов в иудаизме. И, по большому счету, сегодня, даже зайдя в самый какой-то захудалый супермаркет или заправку в Израиле, вы увидите там плюс-минус 3-4 вида вина, что говорит о том, что нация мы в целом пьющая. Также это говорит о том, что культура виноделия, виночерпи у нас развита наиболее. И это какой-то бездонный океан информации и темы, скажем так, для изучения. По большому счету, когда мы говорим о вине, и мы говорим о кошерном вине на данный момент, мы подразумеваем самые разные вещи. Начиная от обычного тируша, виноградного сока, я не знаю, какое количество среди вас израильтян, но я допускаю, что приличное, по крайней мере, что такое тируш, знают. Мне кажется, уже даже не израильтяне. И заканчивая дорогими элитными винами, которые сегодня производят в Израиле. Виноградник, одна из самых красивых, как мне кажется, метафор, описание того, что такое кошерный виноградник и что такое кошерное вино, встречается нам в книге пророка Исаии. Исаия, Ишаялу на иврите, один из таких наиболее знаковых и значимых пророков в илдаизме. И, конечно же, один из наиболее трагичных и печальных, скажем так. И вот в тексте, в книге Ишаялу говорится следующее, примерно недословное цитирование. «Вот разбил я виноградник, и возделывал я его на протяжении года, и пропалывал я его на протяжении месяцев, и воздвиг я смотровую башню, дабы охранять этот виноградник, и лелеял я его, и ухаживал я за ним, но дал он плоды дикие». И, конечно же, в данном случае это одна из мощнейших в илдаизме метафор о том, что, собственно говоря, если бы сейчас мы были бы в офлайн, то, конечно, я ожидала бы криков из зала. Вы могли бы мне что-то сказать, и микрофоны у вас выключены, поэтому всё равно вряд ли что-то вы можете мне сказать. И это, конечно же, метафора человечества. Господь создал человека, он его холил-лелеял в райском саду, в Ганеден, он о нём переживал, он о нём волновался, и чем отблагодарил его человек? Нарушением заповедей и какими-то всякими безобразиями и непотребствами. Таким образом, виноградник здесь приравнивается фактически к человеку. Точно так же, как мы ухаживаем за нашим виноградом и надеемся получить сладкие плоды, и большой урожай, точно так же и Господь смотрит за человеком, смотрит на человека и надеется, что тот его отблагодарит за свои старания. Огромное количество непонимания среди широких масс наблюдается в том, что тоже есть кошерное вино. В данном случае, конечно же, наша сегодня встреча довольно короткая, поэтому мы не можем охватить абсолютно все нюансы и все тонкости, поэтому я постараюсь вам дать какие-то небольшие зацепки, пользуясь которыми вы сможете уже дальше продолжать самообучение, самообразование в этом вопросе. Но я знаю, что среди вас есть иностранцы, я знаю, что среди вас есть прекрасная жительница Канады, и среди вас есть жительница Америки, и, разумеется, Израиля. И понимание, что такое кошерное вино, оно, в общем, как-то покрыто мраком. Большая часть иностранцев, неизраильтян, подразумевает, что это вино, произведенное в Израиле. Я, по крайней мере, говорю о светских израильтянах. Израильтяне внутри самого Израиля, светские израильтяне, также не имеют точного представления, что такое кошерное вино. В особенности очень мало людей понимает, что же такое, то, что мы называем яйн-мевушаль, то есть вареное вино. Здесь просто все любители вина приходят в ужас, потому что само словосочетание на русском языке «вареное вино» звучит совершенно отвратительно и, конечно же, малосъедобно. По большому счету, как раз-таки, пользуясь контекстом книги пророка Исаии и, разумеется, Талмуда, иудаизм на протяжении тысячелетий, столетий выводил заповеди, что же является кошерным вином, кошерным виноградником и каким критерием должен соответствовать этот виноградник и это производство для того, чтобы мы могли произносить благословение на это вино и использовать его в нашей литургии, ритуальных службах, праздниках, шаббате и так далее. Итак, мы знаем, что у нас должен быть виноградник огорожен. Я думаю, что большая часть из вас знает, что Талмуд, в общем-то, выводит большую часть своих постановлений, заповеди, которые называются Дарабанан, то есть изданные мудрецами, из священных текстов, из Танаха. Он должен быть огорожен, это говорится в тексте Исаии, в нем должна быть смотровая башня, из этого мы также учим текст Исаии, мы должны его возделывать и так далее. На сегодняшний день большая часть виноградников в Израиле, они, разумеется, кошерны. Связано это не столько с религиозными чаями и стремлениями еврейского народа, сколько с обычной коммерцией. Кошерное вино продается намного лучше, намного успешнее и намного дороже, чем некошерное. Несмотря на большое присутствие светского лобби внутри страны, тем не менее гигантский экспорт, а большая часть израильских хороших маленьких бутиковых виноделин большую часть своего производства экспортирует в Америку, в частности, и Канаду, и покупает кошерное вино намного большее количество людей, чем некошерное. Что же у нас должно быть? Каким критерием мы должны соответствовать? Точнее не мы, а каким критерием должен соответствовать виноградник? Во-первых, он должен быть отделен от любого другого агропромышленного комплекса. Никакой пшеницы в разнобой с виноградом, никакой свеклы, капусты, перцев, никакого выгуливания коней посреди винограда. Забор, ограда, отделенная территория. Между лозами, между кустами винограда должно быть минимум полтора метра расстояния отступа. И самый главный нюанс, по которому даже вы можете не ходить с линейкой, не замерять, сколько там между кустами и рядами, однако то, почему вы моментально сможете определить, кошерное это виноградник или нет, это то, растет ли что-то зимой в межряде, поскольку кашрут категорически запрещает выращивать какие-либо другие иные культуры на территории виноградника, даже когда лоза спит. А лоза спит, как вы знаете, у нас большую часть года. После того, как мы собираем урожай, это в среднем в Израиле, это конец лета и первая половина осени, и вплоть до весны виноградник стоит сухой, пустой, без листьев, обрезанный. И, конечно же, для большинства виноделов, например, Европы или Нового Света, главный стоит вопрос о том, что у вас тысячи, миллионы гектаров в общей сложности пустуют, и пропадают, вы можете выращивать на их территории азимы, редиску, капусту, свеклу, все что угодно. Однако это запрещено законами кашрута. Именно поэтому кашерные виноградники всегда будут стоять пустыми и зимовать без единой культуры, которая бы росла на их территории в межряде, несмотря на то, что это вполне плодородная земля. Разумеется, седьмой год, пятидесятый год, юбилейные годы, они адекватны и релевантны в общей петре всех растений, которые растут на территории Израиля. То же самое для виноградника. Способ пострижки лозы может быть самый разный, это нерелевантно. Дальше начинается интересная такая сложная история, это со сбором урожая. В сборе урожая могут участвовать евреи и неевреи. Однако с того момента, как вы собрали плоды, гроздья винограда и начали их первичную ферментацию, о технологии производства вина мы будем говорить чуть позже, и заканчивая этапом бутилирования вина, а нееврею запрещено прикасаться к виноградному материалу. Строжайше. Только еврею, более того, только соблюдающему заповеди еврею. Именно поэтому настолько устражены и усложнены все экскурсии на виноделье, в особенности, если это смешанные экскурсии, то есть и женщины, и мужчины. Женщине в период месячных, разумеется, махзора, тоже запрещено прикасаться к суслу, то есть винному материалу. Только соблюдающие заповеди, только евреи. Женщина тоже теоретически может, если это ее личный виноградник, и она несет ответственность за ненарушение этих заповедей. Таким образом, у нас есть строжайшая регуляция, начиная от начала выращивания лозы и заканчивая бутилированием и наклеиванием этикеток. Первое в принципе производства вина – это на сегодняшний день в Израиле исключительно дело ну как таких пассионариев, просто которые ради удовольствия люди кладут свою жизнь на то, чтобы вырастить виноград, где произвести лучшее вино, как-то повысить имидж Израиля среди других винных стран. А Израиль на данный момент пытается довольно агрессивно занять позицию винной страны на международной арене. Однако это одно из наиболее рискованных и сложных дел. Те из вас, которые хорошо представляют себе географию и топографию Израиля, те, кто нет, могут открыть Google Maps, посмотреть, что Израиль – это крошечная страна, у которой есть достаточно небольшое количество территорий, пригодных для выращивания винного винограда в целом. Винный виноград по сравнению со столовым, если вы когда-то пробовали, вы наверняка заметили, что он невероятно сладкий, у него очень толстая шкурка, и шкурка имеет не самый приятный вкус. То есть в общем есть винный виноград довольно невкусно, в отличие от столового, в которой шкурочка тонкая, мякоть приятная кислинкой. Много сока. Винный виноград ведет себя совершенно по-другому. Плоды у него меньше, мякоть у него намного слаще, шкурка у него толстая. В общем, какой-то он не очень приятный в целом. При этом в Израиле территорий, пригодных для виноделия, очень мало. Мы находимся практически, мы, конечно, не на экваторе, но практически в Африке. Мы знаем, что у нас есть два основных винных пояса. Это пояс северного полушария и пояс южного полушария. И мы находимся на самой-самой-самой оконечности пояса северного полушария. Вот ниже нас уже совсем нельзя. Это на самом деле примеры есть. Например, та же Эфиопия, о которой мы говорили на прошлой лекции, последние годы выращивает достаточно неплохой виноград и даже производит вино, которое последние лет пять даже уже можно пить. До этого было нельзя категорически. С Израилем все проще и лучше, поскольку мы все-таки страна передовых технологий. Мы стартап-нейшн. У нас все самое лучшее. Мы даже в Негеве сегодня уже умудряемся выращивать клубнику, винный виноград, производить вино. В Негеве прекрасная винодельня «Аромат Негев», которая бывшая Акадеш Барнеа, которая даже уже получает призы и медали на международных винных фестивалях. Однако все равно мы очень маленькие. И свою южность, по большому счету, это большое везение Израиля, мы компенсируем высотой. Шумрон, Галилея, Голландские высоты, Юрусалимская Нагорья – все это достаточно высокие территории. От 350 до 950 метров расположены наши виноградники. Это очень высоко. Это намного выше, чем та же Франция, это намного выше, чем Калифорния и так далее. Таким образом, жаркость климата мы так или иначе пытаемся компенсировать высотностью страны. Тем не менее, все равно это крошечная территория. Весь Израиль в общей сложности, вне зависимости от массового производителя или бутиковости виноделин, производит вина меньше, чем один Прованс, французская провинция, в год. Представьте себе, насколько тяжело стране конкурировать с такими гигантскими, совершенно мощнейшими производителями. Но, тем не менее, стараемся. Допустим, у вас есть участок, вы купили землю или с ней взяли в аренду, вы не можете в Израиле купить землю, и начали выращивать на ней виноградник. Вот такой вы рисковый человек. Я мечтаю об этом уже многие долгие годы, и все совершенно никак не способно решиться на такую авантюру. Я думаю, как только я решу стать каскадером, первое, что я сделаю, это разобью виноградник в Израиле. Ладно, склон южный или северный, мы даже оставим это в стороне, но первые три года вы не имеете, в принципе, права собирать урожай. У вас растёт лоза, первые три года она плодоносит, вы не собираете урожая, вы не используете этот виноград. На четвёртый год так называемая орла традиционно отдавалась храму, то есть священникам храма, за неимением храма, за неимением священника, первосвященника. Этот урожай, так или иначе, используя разнообразные лазейки или комбинации в иудейском законотворчестве, дистрибутируется и реализуется, однако всё равно вы не имеете права использовать его для производства вина, и лишь на пятый год существования вашего бизнеса. Это при том, что вы оплачиваете воду, охрану, землю и так далее, боретесь со всяческой израильской бюрократией, лишь на пятый год вы можете начать производить первое ваше вино, если мы говорим, разумеется, о кошерных виноградниках. При этом оно не будет очень хорошим, оно, мягко скажем, будет плохим. Считается, что винная лоза набирает наибольшую свою силу и потенциал к примерно 20-му году своей жизни. То есть, в общем, это дело на всю вашу жизнь. Вы можете начать, будучи первокурсницей, и закончить уже, будучи на пенсии. И вы всё ещё будете пытаться довести вашу лозу до оптимального состояния. Примерно как английский газон, который вы стрижёте 300 лет подряд. Точно так же и французские винодельни, и виноградники действуют на протяжении столетий. И чем старше ваша лоза, разумеется, одна лоза не живёт, столетий, лет 60, да? Тем лучше ваше вино, чем оно качественнее, и чем у вас, соответственно, больше потенциал. Мевушаль, но мевушаль? Варёное вино. На русском это звучит абсолютно страшно, на иврите на самом деле тоже. По большому счёту, процесс — это обыкновенная пастеризация, которую, я уверена, каждый человек, который любит готовить, проходит неоднократно на собственной кухне, пастеризуя желтки, белки, соусы и так далее, для того, чтобы уничтожить разнообразные, там, болезнетворные бактерии внутри. С вином, по большому счёту, мы вушаль, его варёность, пастеризация, то есть моментальная, очень быстрая, при помощи специальной технологии доведения его до температуры 62-65 градусов и последующим очень быстрое охлаждение, призвано, с точки зрения еврейского законодательства, исключить потенциальный риск прикосновения к винному материалу неевреев по аллахе. Я сейчас очень сильно упростила, но по большому счёту да. Всегда, когда мы производим вино, у нас есть некий риск, что на нашу винодельню, в место, где мы храним бочки с вином, в место, где мы храним цистерны, где наше сусло, винный материал бродит, зашёл нееврей, взял стакан, зачерпнул там поварёшкой себе вина, выпил, таким образом сделал некошерным всё наше производство. Пастеризация вина призвана исключить теоретически этот риск, я не буду сейчас вдаваться, как именно пастеризация исключает прикосновения нееврея к вину, это тема совершенно другой лекции. Однако, 99,999% в периоде процентов вина, кошерного вина, который производится не в Израиле, за пределами Израиля, будет Мевушаль. Франция, Аргентина, Чили, ЮАР, большое количество кошерных виноделин, даже не столько виноделин, сколько кошерного производства на даже одной и той же винодельне, они все будут Мевушаль, то есть варёные. Лучшие израильские вина, лучших виноделин, бутиковых виноделин, никогда не будут Мевушаль, никогда не будут так называемыми варёными. Именно по этой характеристике теоретически вы можете отличить, насколько высококачественное это вино. Во-первых, у виноделов есть большое опасение того, что вино Мевушаль, варёное вино будет стариться намного хуже и развиваться, раскрываться с возрастом, чем вино, которое Ловы Мевушаль, которое не варёное. Во-вторых, чем меньше, чем дороже бутиковые, скажем так, винодельня, тем больше у неё ресурса для того, чтобы устроить должное наблюдение над производством, над процессом. Человеком, который будет следить за тем, чтобы двери закрывались, человеком, который не будет пускать лишних людей на винодельню и так далее, и так далее. Например, какое-то время назад я была на винодельне Гваот, которую я очень нежно люблю, израильская замечательная совершенно винодельня, и они были находились как раз на этапе перекачивания из-за огромных таких цистерн, в которых бродил винный материал для фильтрации. И так получилось, что офис главного, неважно, человека находился ровно за этой территорией. И мне нужно было сквозь неё пройти через эту территорию. И пройти мне не разрешили. При том, что все знают, что я израильтянка, все знают, что я еврейка, все знают меня много лет, однако нет, мало ли, вдруг у меня месячные, вдруг я... Ну, плюс я светская израильтянка, я не ДТЯ, не Харвия, меня не пустили. И по большому счёту я очень порадовалась. Это говорит лишь о том, что у ГВАОД хватает, как-то сказать, силы воли и ресурса для того, чтобы следить, кто же проходит не моих чанов с винным материалом и кого пускать, кого не пускать. Хотя, с другой стороны, было, конечно, обидно, мол, ну, меня не пусти, ну, как же так. Таким образом, когда вы приходите в супермаркет или винный магазин, скажем так, в Америке ситуация чуть лучше, в Израиле ситуация чуть сложнее, в супермаркетах израильские всё ещё не продаются. Хорошая вина продаётся, как правило, масс-маркет, причём нижнего уровня, дешёвый масс-маркет. И к моей вязчей радости, последние лет 10, и в особенности последние несколько лет, в Израиле развивается винная культура всё больше и больше, и больше, и больше. И люди всё больше понимают, в чём разница между вином King David Selected и самым дешёвым, простым барканом, и тем же Бейтелем, Шато Гулан, и так далее, и так далее. И переходят уже в целенаправленные винные бутики. Приходя туда, достаточно сложно в Израиле ориентироваться, в особенности для иностранцев, в ценовых категориях. Нужно понимать, что всё вино, израильское вино, которое продаётся за пределами Израиля, причём у нас есть вина, которая подаётся в прекрасных мишленовских ресторанах Нью-Йорка. Я не знаю, насколько сейчас это релевантно, поскольку в год короны, мне кажется, всё поменялось абсолютно, закрылся самый старый мишленовский ресторан Нью-Йорка, не хватило денег на оплату аренды, в общем, всё это как-то переначалось, но до короны, вот это было релевантно на тот момент, подаётся израильские вина, например, Бейтель, одна из моих тоже любимейших финоделин в Израиле, мои очень хорошие друзья. К чему была моя мысль, к чему я клонила, я себя помнила. Очень тяжело сориентироваться в основном диапазоне, поскольку все израильские вина за границей, как правило, имеют 200-300% накрутку, связанное это с налогами, это связано с экспортом, это связано с пошлиной, это связано с редкостью, это связано с труднодоступностью и так далее. Однако даже вот то, что я наблюдаю и в Америке, и в России, та бутылка израильского вина, которую дома я покупаю за там условные 20 долларов, а здесь будет стоить 80 долларов, 60 долларов. И, конечно, Израилю невероятно тяжело конкурировать с той же Францией, с той же Италией, Испанией, ЮАР, Чили, Аргентина, Калифорния, такие самые масштабные, большие винные на сегодняшний день провинции, просто из-за количества и из-за стоимости, отчасти кашрут, отчасти малое количество территории Израиля, где мы можем выращивать виноград и так далее, не позволяют нам развернуться в полной мере. Однако те из вас, которые следили, возможно, я надеюсь, что есть таковые, за последним декантером, вы видели, какое количество золотых, серебряных и бронзовых медалей собрали израильские вина. В общей сложности мы получили около 250 медалей, это огромное количество, и лучшее вино в своих категориях, и лучшее моносортовое вино, и лучшее винодельни, и баланс, и так далее, и так далее, большое количество категорий, и, конечно, это не может не радовать, это говорит о том, что, несмотря на то, что у нас нет массового производства вина, Израиль является, по большому счету, вернул себе славу страны винного региона. Ведь, я думаю, все из вас знают, что Израиль, будучи Эрецешколь, то есть еще библейской винодельческой провинцией, делал вина, которое покупала Великая Римская империя, которая считала их более качественными, чем итальянские вина, которая покупала их в огромных количествах, говорила о том, что вино, которое производит Эшколь, то есть Израиль, является лучшим, что может дать эта земля, ну, разумеется, помимо Бога, да. Почему израильское вино отчасти считалось настолько качественным, настолько хорошим, настолько было любимым в Италии, Римской империи, отчасти из-за его сладости. Даже на сегодняшний момент, когда у нас появилась мода на сухие вина, мы сегодня пытаемся уводить сладость винограда, винного материала практически в ноль, да, сухие вина продаются, красные, по крайней мере, не белые, к сожалению, но красные, сухие вина, рынок сбыта намного больше, чем полусладких, полусухих. Однако, эта мода фактически последних 150-200 лет, равно как и старение вина. Сегодня мы откупориваем бутылку там 20-летней, 30-летней давности и испытываем трепет, да, как будто мы в музей пришли, что эти вина стоят сотни долларов, эти вина редкие, эти вина особой цены ценителями, извините за тавтологию, но все было совершенно не так 2000 лет назад, 2000 лет назад люди любили сладкие вина, люди любили крепкие вина, люди добавляли в вино специально мед для того, чтобы сделать вино еще сладше, а похмелье на следующий день, очевидно, еще страшнее, все это совершенно иначе сегодня, сегодня вино у нас сухое, сегодня мы наоборот пытаемся свести уровень сахара к нулю, и с этим борется Израиль, если вы сравните, возьмете две бутылки того же Каберне Савиньон, который сделан, произведен во Франции, на севере Франции и в Израиле, это будут, в общем-то, два разных Каберне, наш будет более тяжелый, он будет более полнотельный, более тонинный, более алкогольный, более сладкий в сравнении со своим северным собратом, отчасти, то есть не отчасти, а разумеется, из-за того, о чем я уже говорила, что мы находимся практически вот на самой южной оконечности этого винного пояса. Виноделие в Израиле процветало на протяжении длительного времени, мы даже затрудняемся сказать точно на протяжении какого, но однозначно, что мы говорим о столетиях, столетиях, и продолжает процветать даже после второго изгнания с приходом христиан, поскольку Византия также не отказывается от вина. И, к сожалению, заканчивается, в Израиле у нас есть большое количество, например, винных прессов, раскопанных, спасибо нашим друзьям-археологам, как из еврейского периода присутствия на территории земли Израиля, так и христианского, византийские винные прессы, которые активно используются, у них немножко разное строение, одни перестраивались, это менее важно сейчас, но и Израиль, и Византия активно занимаются винным производством, и все это заканчивается, разумеется, с приходом на наши земли вначале персов, потом арабов, затем османов, мамлюков, все это перемешалось, и большая часть виноградников, винных виноградников была уничтожена, и, разумеется, виноделие в Израиле также было уничтожено с приходом ислама на территорию Израиля. Возобновляется наше виноделие фактически уже в конце 19 века, все это было большой сионистской идеей, разумеется, возобновление еврейского присутствия, возобновление еврейской жизни, и, конечно же, виноградников. Большое спасибо всем репатриантам из Европы, немцам, французам, первое Алие, еще старое, небольшое Алие 90-х из Советского Союза, да, тем евреям, которые рискуют своей жизнью, добираются еще в Палестину в конце 19 века, в начале 20 века, и возобновляют виноделие. Это семья Таперберг, я думаю, хорошо всем известная винодельня, это семья Тишби, также, я думаю, отлично известная вам винодельня, и за ними уже подтягивается следующее. Последние 20 лет, 25 лет, израильская винодельня переживает бум, наши виноделы едут учиться во Франции, в Италии, в Испании, в Германии, лучшие винные дома, возвращаются с новыми саженцами и знаниями. Вместе с тем, институт Вайтсмана, который, я думаю, тоже хорошо известен израильтянам и за пределами Израиля, занимается возобновлением так называемых эндемичных сортов винограда, то есть сортов винограда, которые изначально росли на территории Израиля, поскольку и сера, и каберне, и шардоне, это все завезенные, разумеется, сорта, которые никогда не росли у нас. В этом есть две идеи. Одна идея восстановить вино, которое мы пили 2000 лет назад, понять, какое же оно было на вкус, какое вино проливали на жертвенник в храме, какое вино благословляли в шаббат и так далее. И вторая идея в этом уже более такая агропромышленная, это вывести сорт винограда, лазу, которая будет более приспособлена к нашему климату, поскольку понятно, что, например, холоднолюбивый пену-нуар, который любит вообще там плюс 15, очень плохо, практически не растет в Израиле. Например, у нас есть эндемичный сорт, спасибо вайцам из жандали, это белый виноград, который прекрасно переносит жару, плюс 40, плюс 45, и красоте-таки винодельный гваот делает даже моносортовое вино из жандали, это эндемичный сорт израильского винограда, при возможности я всем рекомендую его, разумеется, пробовать. И здесь, на слове пробовать, я хочу перейти к более практической части нашей сегодняшней встречи. Знаете, когда мы встречаемся в оффлайне, а я на самом деле уже забыла, как это, то есть настолько за этот год мы все привыкли к этому зуму, черным квадратикам, и потому что нужно сесть, поставить лампу, сесть за стол, надеть приличный верх, низ совершенно не важен, вы же догадываетесь, да, в чем я сейчас на самом деле сижу, и как я выгляжу, но всегда вступительная часть в оффлайн-встречах, она занимала какое-то время, и я видела по людям вот такую нервозность, потому что я всем раздаю всегда бокалы, разумеется, при первой возможности в Израиле я вернусь к оффлайн-дегустации, у всех в руках бокалы, вино стоит, все его видят, и видят, око до зубни и мёд, да, потому что наливают всегда вот на этой практической части нашей встречи, и меня всегда, конечно, подгоняют, мол, ну давай-давай-давай-давай скорее. Здесь я защищена экраном, вы не можете меня... даже если бы хотели как-то подгонять, но я понимаю, что пришло время нам переходить ко второй части, теоретической части, скажем так, нашей лекции, я сейчас делаю share screen, расшарю экран, у меня есть презентация, слайды, по которым мы тоже пройдемся, там будет идти речь о производстве вина, и о том, собственно, как делают и белое, и красное вино. Так, сейчас я сделаю его... Вот так, отлично. Видно, Анна? Все хорошо? Супер. Все отлично. Да, вино и ко, как уже сказала Аня, большое спасибо, это мой винный проект, такое детище, которое родился как раз-таки во время карантина, когда все сидели по домам, и никто не знал, как дальше взаимодействовать с этим окружающим миром, и придумался проект, который бы перевел онлайн-дегустации в онлайн, я рассылала всем боксы с вином, которые мы вместе дегустировали, так или иначе, это было похоже на оффлайн-дегустации, и сегодня вино и ко, это уже скорее такой клуб винных любителей, клуб по интересам, мы делаем винные вечеринки, фестивали, дегустации, презентации и так далее, как только вся эта история с ковидом пойдет на сойдет на нет, мы, разумеется, развернемся в полную международную мощь, но пока что это все, разумеется, только в Израиле, так вот, а теперь слайды, как анекдот, да, вино, неважно, красное, белое, розовое, может быть, самых разных цветов, более того, деление на красное, белое, розовое, разумеется, очень условно, поскольку здесь вот как раз на этой схеме вы можете видеть, что его цвет, собственно, весь градиент начинается вот практически прозрачного, белоснежного и заканчивается темными, практически черными шоколадными цветами. Вот белого в зависимости от сорта, в зависимости от возраста вина, мы плавно переходим к розовым винам и через них такой своеобразной змейкой переходим к винам красным, выдержанным винам, крепленным винам и так далее. Здесь у нас в данном случае я выделила отдельно белое вина, у меня в бокале именно белое, я видела, что у некоторых из вас также есть белое, не все любители, очевидно, красного, и в зависимости от сорта винограда, в зависимости от выдержки вина, в зависимости от технологии его производства, цвета будут разниться. Начиная, в общем-то, мы выделяем в классических дегустациях, профессиональных дегустациях, выделяется три основных цвета, что ли, это лимонный, золотой и янтарный. Когда, впоследствии, я дам вам практически небольшое занятие, и там как раз нужно будет определить группу, цветовую группу, гамму вина в вашем бокале, если это лимонный, золотой, янтарный, уже по одному этому вы можете понять, какой сорт винограда, скорее всего, присутствует в вашем бокале и какой выдержки, сколько лет этому вину. Бытует мнение, что производство белого вина или розового вина намного проще, чем красного. В принципе, рынок сбыта красного вина в мире больше и шире, чем белого, а при этом среди белых вин самый популярный сорт, разумеется, шардоне, после него идет савиньон блан и чрезвычайно популярны полусладкие сорта, которые считаются женскими сортами, что совершенно категорически, я прям протестую против этого, и феминистка внутри меня просто вот выпьет отношение белого сладкого вина к женскому вину, а тем не менее женщина основной потребитель как раз таких полусладких белых вин, мужчина основные потребители сухих красных. Предлагаю менять эту порочную практику. Как производят в принципе производство белого, красного или розового вина на первых этапах практически идентично. Мы собираем виноград в зависимости от стоимости вина и качества вашей винодельни. Это может быть как ручная сборка, так и машинная сборка. Я думаю, что многие из вас видели такие гигантские совершенно комбайны, которые едут в межряде виноградника и собирают гроздья винограда. Если это ручная сборка, она, разумеется, намного качественнее и, конечно же, намного дороже, поскольку вы отсекаете изначально ветви, листья, мусор и собираете только лучшие гроздья, из которых вы хотите произвести ваше вино. Здесь есть краткая схема. Вы вырастили лозу, вы собрали урожай, вы молодец, а затем вам необходимо выдавить первоначальный сок из вашего винограда. Вы кладете виноград в специальный гроздь, в специальный пресс и начинаете отжим. Здесь важное и тонкое место, поскольку вам ни в коем случае нельзя передавить ваш виноград в погоне за большим количеством сока, то есть большим количеством вина на выходе, поскольку в таком случае вы додавите до конца косточки, вы додавите до конца черенки, вы додавите до конца шкурку, вы получите по большому счету некачественный винный материал, он будет горчить, а вино ваше будет не очень вкусным. Поэтому здесь очень важно найти баланс между правильным нажатием и конечным результатом. Додавить до такого состояния, чтобы получить достаточное количество сока и чтобы получить аромат от шкурки и косточек, которые тоже дают довольно много вашему вину, но не передавить, так, чтобы не расплющить их окончательно и не испортить вино. Затем в специальных цистернах, изнеросты, чанах начинается первичная ферментация. После того, как вы выдавили вино, вы отжали ваш виноград, он постоял какое-то количество времени, перед ферментацией, прошу прощения, затем вы должны слить этот сок и после этого вы сливаете его в чаны и там он стоит на протяжении какого-то времени. Если вы приличные одинодельные и в принципе хорошие люди, то вы не будете использовать искусственные дрожжи, вы будете использовать натуральные дрожжи, которые так или иначе всегда присутствуют в винограде. Если кто-то из вас делает хлеб на закваске, то вы точно знаете, что будет, если смешать муку и воду и оставить во всех культурах, органических культурах присутствует естественная биологическая дрожжи. Если вы хотите ускорить процесс, вы, разумеется, можете добавить искусственные дрожжи. Нехорошо таким быть. После ферментации, после того, как ваш сок уже достаточно перебродил и вы получили первое, ну, можно назвать это вином, винным материалом, как правило, эта субстанция довольно приятная на вкус, в ней градуса 3-5 плюс-минус, она все еще мутновата, она скорее виноградный сок, чем вино, вы производите, поможете производить с ним еще несколько технологических моментов, о которых мы поговорим на следующих слайдах, и разливаете в бочки. В бочках ваше вино фактически становится вином, вино рождается не в прессе, не в чане из неросты, но в бочке. Там оно находится на протяжении либо нескольких месяцев, либо нескольких лет, в зависимости опять-таки от количества денег и планов, которые у вас есть, и лишь затем бутилируется. Это технология производства белого вина. У него есть несколько интереснейших особенностей, одна из которых так называемая малолактическая реакция, то есть яблочно-молочная ферментация. Я очень люблю эту картинку, мне кажется, что она вообще не нужна никаких слов, вам достаточно на нее посмотреть, чтобы понять, что именно происходит в это время. Происходит малолактическая реакция, ферментация, разумеется, естественным путем в бочках. На стенках бочки всегда, точно так же, как природные дрожжи, у вас присутствует специальная так называемая локтическая бактерия. Она там живет, ее не нужно специально добавлять, это абсолютно естественный процесс. виноградный сок, который вы получили, может быть, он перво ферментирован, в нем уже есть какой-то алкоголь, он в принципе может быть не очень вкусным, он может быть слишком кислым, он может быть слишком угловатым, о чем свидетельствует наша картинка. Бактерии, перерабатывая, находясь внутри вашего винного материала, трансформируют, преобразуют вот эти острые, кислые, угловатые, скажем так, треугольники, то есть яблочную кислоту в молочную кислоту, и на выходе получаются круглые красивые шарики. Что это дает вам в вине? В вине вам дает это ощущение то, что мы называем округлости вина, возможно, его некой жирности, его кондитерского привкуса, отсутствию излишней кислотности, то есть понижению кислотности в угоду большему балансу внутри самого вина. Малолактическая реакция одна из важнейших реакций при производстве белого вина. Если у вас получилось ее избежать, у вас не получится вино в принципе, это абсолютно маст в производстве всех белых вин, по крайней мере всех качественных белых вин. И вторая, второй процесс, который уже затрагивает вина дорогие, вина элитные, это так называемая выдержка на осадке, то есть сюрли. Я шучу, не все понимают шутку, но мне кажется это очень верно, о том, что французы придумали вино. Понятно, что вино придумали не французы, но французы подарили нам лучшие вина мира, французы нам подарили основные винные технологии, и рассумеется основную терминологию, поскольку именно Франция ставит винное производство, по крайней мере уже в новую историю, в новое время, если мы оставим там тонафические времена иудею, и Израиль, французы ответственны за распространение вина в мире, его популяризации, создание винной культуры, то есть энокультуры. Выдержка на осадке и ботонаж. Я думаю, что все знают слово батон, хлеб такой порезанный, такие сегменты. А слово батон на французском это палка. Итак, у нас есть осадок. Всегда в бочке мы получаем осадок после предыдущих всех реакций. У нас есть винный материал, он находится в бочке или в неросте, в зависимости от вашего пожелания, если у вас деньги на настоящую бочку, и выпадает осадок из дрожжей, переработанных дрожжей, ну, мертвых дрожжей, можно так сказать. Винодел, специально обученные люди берут такую большую палку и перемешивают, фактически уже готовое вино с этим осадком. Это нужно производить примерно раз в неделю, и выдержка на осадке может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Это очень длительный процесс. Как правило, Chenin Blanc и Chardonnay это два сорта, которые прекрасно взаимодействуют с выдержкой на осадке. Вот как это выглядит. Специальная бочка, демонстрационная бочка, прозрачная из плексигласа стена, для того, чтобы можно было понять, как же это выглядит. Есть вино, у вас есть осадок, специальной палкой, батоном, вы перемешиваете осадок с вашим вином и делаете это раз в какое-то время. Что дает это вино? Это дает шардоне, это дает мыслянистый вкус. Многим он очень не нравится, но многие как раз за это мы любим шардоне, выдержаны в бочке несколько лет, выдержаны на осадке, шампанские вина точно также выдерживаются на осадке, это всегда оказывается на этикетке, поскольку это дорогая технология, и, конечно же, все виноделы никогда не забывают обратить ваше внимание на то, что они ее используют. шардоне, шининблан, два сорта наиболее популярных для выдержки на осадках, то есть на мертвых дрожжах с перемешиванием, после этого, разумеется, вино фильтруется и разливается в бутылки. Это были белые вина, сюрли, на осадке, батунаж и малолактическая реакция, это вот такая вотчина хороших белых вин. Красные вина, по большому счету, похожи, в своем производстве. Более того, я не знаю, кто из вас, наверное, многие, когда-либо пробовали красный виноград, точнее так, виноград, из которого производится красное вино. Те, кто да, наверняка знают, а те, кто нет, для них это возможно будет, уже не будет сюрпризом. Однако, мякоть этого винограда белая, единственное, за исключением буквально нескольких сортов, в частности, изабелла, которая запрещена в большинстве стран мира уже для производства вина, мякоть красного винограда, белая, красная у него только шкурка, по большому счету цвет красного вина, вину дает отнюдь не мякоть этого винограда, но правильно додавленная шкурка, что, в общем, достаточно сложный процесс, поскольку, когда вы делаете красное вино, вам необходимо додавить шкурку до состояния того, чтобы она отдала свой пигмент вину, однако не передавить, чтобы она не отдала ему свою горечь, и, в общем, достаточно нежелательный в вине вкус. Красное вина могут быть также самой разнообразной палитрой, начиная от малиновых и заканчивая тяжелыми шоколадными терракотовыми цветами в зависимости от их возраста. Теперь смотрите, вот у нас есть наша схема производства красного вина. Чем она отличается от белого вина? Мы собрали, мы вырастили лозу, мы собрали урожай, и здесь момент. Если вы помните, с белыми винами мы процеживали вино, мы забрали сок, мы оставили жмых в стороне, из него потом можно делать граппу, условно говоря. И дальше у нас ферментируется сок. С красными винами ситуация совершенно другая, для того, чтобы получить достаточную тонинность вина, и цветовую, цветовую насыщенность вина, и кислотность, за все это отвечает шкурка красного винограда. Мы знаем, что мякоть его белая, шкурка красная, соответственно, мы держим всю нашу первую первичную ферментацию и жмых, то есть твердые частицы и сок вместе. Первая первичная ферментация происходит у красного вина вместе с твердыми и жидкими частицами одномоментно. После этого мы, разумеется, уже его фильтруем, забираем сок, оставляем жмых, из него можно делать. Опять-таки граппу или чачу, другие напитки, и сам уже сок, который у нас остался уже после первого брожения, в нем уже тоже есть алкоголь, мы либо помещаем в чаны из неросты, либо в бочки, либо в бетонные бассейны, цистерны, либо в глиняные квеври, если это Грузия, например, и там уже храним долго, пока не решим продавать. Вот, собственно говоря, более развернутая схема последних стадий. У нас есть точно такая же малолактическая реакция. Кстати, сказать, эту реакцию иногда можно наблюдать своими глазами. Если вино было забутилировано слишком рано, или бутылка была открыта слишком рано, до того момента, когда предполагали виноделы, вы иногда наливаете вино, а оно пузырится. Чуть-чуть вы ощущаете, но я не говорю о шампанском, конечно, но вот вот это небольшие пузырики, щиплющие в ваш язык, это и есть как раз-таки все еще малолактическая реакция. Она может начинаться повторно, это тоже бывает, но это слишком большие нюансы технологические, они важны сейчас. После реакции мы держим вино в нашей бочке, затем мы его фильтруем, затем мы его бутилируем и затем мы уже его продаем конечному потребителю. Это вкратце о том, в чем разница при производстве белого и красного вина. И здесь, собственно говоря, на этом слайде небольшое схематическое распределение сортов винограда в зависимости от климата. И это отсылает нас к тому, что я говорила в самом начале, о том, что в Израиле довольно сложно с выращиванием вино винограда, поскольку у нас очень жарко. Например, мой любимый пинануар любит, в принципе, холодный климат. Он у нас не растет, а если даже есть несколько виноделий на севере, которые выращивают экспериментальный пинануар, он по качеству намного хуже, чем свои их европейские европейские или американские аналоги, однако более полнотельные, более теплолюбивые сорта винограда, например, кореньян, например, коберне-савиньон или сера в Израиле растут отлично. Они будут отличаться, разумеется, от американских или европейских, у них будет своя индивидуальность, как у всех жителей Израиля, однако они будут высококачественными. И все красные вина, в общем, все их ароматы, их палитра делятся на две основные группы. Это черные фрукты и красные фрукты. Здесь сейчас начнется, конечно, довольно неприличная часть, мне кажется, поскольку у меня есть такой большой профессиональный кит, набор для сомелье, тренировочный набор, и там 54 маленьких крошечных полакончика, называется Le Nose de Vin, ну, Винный нос. Если у вас есть возможность или желание его раздобыть, всем чрезвычайно рекомендую, в нем 54 абсолютно естественных несинтетических аромата. И потенциально это те ароматы, которые вы можете обнаружить в вашем бокале вина. Красные, белые, розовые, разумеется. И там есть очень необычные ароматы. Самый такой простой, разумеется, это вот все то, что сейчас вы видите на слайде, красные, черные фрукты, ягоды, и дальше мы уходим в тонкости и в нюансы. Жареный миндаль, топленое масло, тост, мокрая кожа, мокрый асфальт, скошенная сена. Фактически в бокале вина, как правило, если мы говорим о хороших винах, например, красные хорошие старые вина, вы можете насчитать более 10-15 ароматов. Ваш нос необходимо тренировать, прошу прощения, тренировать точно так же, как и ваш мозг, как и наше тело. Чем больше мы пытаемся переводить с языка привычных нам запахов на язык винных ароматов, тем лучше и больше мы будем понимать вино. По большому счёту, представьте себе, что винодел пишет сонату, пишет симфонию для оркестра. в зависимости от того, сколько инструментов он туда привнесёт, такого качества отчасти будет симфонии. При этом ему необходимо абсолютной тонкости и гармонии сопоставить все фиолончели, все скрипки, все ударные и так далее, и так далее, для того, чтобы это было единым произведением. Вино в вашем бокале я всегда пытаюсь, очень всех агитирую к тому, чтобы мы смотрели на вино не как на водку, которую выпил залпом, и тебе стало тепло, хорошо и радостно на душе. От вина может, в принципе, оно не обязано делать вам радостно, однако оно является тем самым произведением для большого симфонического оркестра. Относиться, как мне кажется, к нему следует с невероятным уважением и пытаться найти ту самую гармонию, которую мы обычно ищем в музыке и в живописи. Из чего состоит гармония нашего вина, нашего бокала? Это, разумеется, от сладости нашего вина, кисло-сладко, это, в принципе, термины, которыми лучше не пользоваться, если вы пытаетесь произвести впечатление человека, который разбирается в вине. Кислотность вина, который один из наиболее обманчивых показателей, который часто очень мы переводим как то самое кисло, и это яма, в которой падает 99% людей, поскольку в сладких винах кислотность, как правило, выше, чем в сухих винах, как это не странно и алогично на первый взгляд. Это тонинность вина, этот показатель релевантен в основном для красных, белых винах мы можем им пренебречь, это, разумеется, градус, сколько алкоголя есть в нашем вине, и это его тельность. Тельность вина, то есть body, может быть легкотельным, среднетельным, полнотельным, это не черное-белое, есть какие-то грани, плюс в этом есть еще большая доля субъективизма, разумеется. Единственное, что точно можно сказать, что в Израиле не производят легкотельных красных вин, они у нас все среднетельные, полнотельные, 90% полнотельные из-за большого количества тонинов, сахара и других химических компонентов, что менее релевантно сейчас. И вот здесь перед вами классическая такая таблица, которую мы используем для классических дегустаций. что именно мы хотим рассказать о нашем вине, точнее, что вино, находящееся в нашем бокале, нам рассказывает. Для примера, у меня есть бокал с белым, у кого-то с красным, про красный будет следующий слайд, однако они абсолютно идентичны, просто он будет немножко другого цвета, поэтому давайте остановимся на одном. Внешний вид. Фактически у нас есть три основных параметра, что ли, графы, которые нам необходимо заполнить. Это внешний вид, это нос, то есть его запах, и это нёба, то есть вкус. Запоминать последовательность оценки дегустации вина очень легко, то, как эти органы расположены в нашем теле, глаза, нос, а и рот, точно так же мы его и оцениваем. Внешний вид вина наименее информативный, наименее значимый показатель, однако это именно то, что мы оцениваем в первую очередь, мы всегда смотрим, встречаем вином по той самой одёжке. Если вы сидите в ресторане, в хорошем ресторане, и у вас наверняка есть белая скатерть, в идеале, конечно, было бы вам взять белую скатерть или лист бумаги, ваш, извините, ваш бокал, и поднести его к белому листу или белой скатерти, белой салфетке, к чему угодно, немного наклонив на 45 градусов, и вы увидите в общем в вашем бокале градиент. Это будет его внешний вид, интенсивность цвета и цвет. Цвет, если вы помните, это тот самый лимонный, золотистый или янтарный, о котором мы говорили в самом начале. Этот показатель говорит нам практически ни о чём, если мы знаем, что это шардоне, он может говорить о годах выдержки этого вина, он может говорить о сорте, савиньон-блан, например, практически имеет 99,9% случаев лимонный, светло-лимонный средней интенсивности цвет, и так далее. По большому счёту не очень важно показать. Нос, то есть обоняние, это очень важно. Мы его нюхаем, можем это делать несколько раз. И здесь начинается тот самый оркестр. Люди нетренированные, то есть которые выпивают раз в год, по большому счёту в своём бокале не найдут ничего удивительного, просто из-за нехватки опыта, из-за нехватки нанюханности и напробованности, точно так же, как и с музыкой или с живописью, нам необходимо постоянно быть в этом потоке винных ароматов, отличать бисквит, лимон, цедру, миндаль, тосты, орех и так далее. Это может звучать безумно сейчас для вас. Однако, поверьте мне, с каждым следующим бокалом анализируешь, какие именно ароматы вы в нём ощущаете и пытаясь перевести с вот этого языка привычных нам запахов в слова, вы будете делать всё больше и больше успехов. И не оба самые важные показатели. Какое же наше вино на вкус? Мы делаем глоток и оцениваем его сладость, сухое, полусухое, полусладкое. Это большая шкала оценки, однако в данном случае можем пользоваться какими-то простыми категориями. Кислотность, танинность. Кислотностью сложнее. Дам вам небольшой лайфхак. Меня видно, наверное, сейчас на камерах, верно? Правда? Я думаю, да? Не только мы признаться, но и меня. Как мы оцениваем кислотность? Кислотность это не означает кисло или сладко. Оценить кислотность, я же говорила о том, что это один из самых обманчивых параметров. Можем примерно, прикидывать следующим образом. Вам нужно брать бокал рот вина. прокатать его во рту, проглотить, а затем опустить голову вниз. Вот так. И то количество слюны, которое притечет к вашим передним зубам и будет показателем кислотности вашего вина. На вкус оно может быть сладким. Однако представьте, что происходит с вами, когда вы едите лимон, например. Даже если это сладкий лимон или апельсин, ваш рот наполняется слюной, это есть та самая кислотность вина. Чем слюны больше, тем она более кислотна. Танины нерелевантны для белого практически никогда, релевантны больше для красного. Танины на вкус как терпкий крепкий чай. Вы глотнули заварку, и вот это вяжущее ощущение во рту, это и есть танина. За танины в винограде ответственна шкурка. В принципе очень ценный показатель алкоголь понятно будет колебаться от 9 градусов до 20 плюс в крепленных винах тельность вина, насколько оно легкое, довольно заковыристый показатель, который в общем является некой такой суммой тонинности, кислотности, сладости алкоголя и вкус. Что мы ощущаем? Мы ощущаем тост, мы ощущаем для белого миндаль, мы ощущаем цедру апельсина, для красных у нас есть смородина, вишня, малина и так далее, и так далее. Миллион разных вкусов. Это правда вопрос тренировки и вашей фантазии на своих исторических и археологических турах, экскурсиях. Я считаю о том, что археология это наука для людей с богатой фантазией, а в общем-то виноделие, точнее дегустация вина аналогична. Здесь у меня есть схема для красного, она абсолютно тождественна предыдущей, а столь лишь разница, что она для красного. И здесь мы завершаем нашу теоретическую часть. Сейчас я нажму на экзи. Все, получилось. Это была презентация, я понимаю, что это было, наверное, может быть, для кого-то мало информации, для кого-то слишком много информации, среднее арифметическое будет достаточно. всегда хорошо получать что-то, за что можно зацепиться и продолжить собственное изыскание. И сейчас, наверное, я буду рада посмотреть, какие вопросы нам написали, и Аня, может быть, включи тогда микрофон, и посмотрим, может быть, кто-то писал там в личку кому-то. так, шалом, шалом, лихаем, я люблю такое, да, лихаем, не хотела пить сегодня, но придется, я тоже не хотела, если честно, а потом вспомнила, что у меня вечером лекция, и пошла за бутылкой, поняла, что придется. Айнат, можно ли пару слов об Изабелле? Об Изабелле. Изабелла, это, конечно, ностальгическое, точнее, вино из сорта винограда Изабелла, вино ностальгическое. Все, кто, скажем так, заканчивали университеты или жили в странах высшего Советского Союза, конечно, именно с этим вином из этого винограда связаны наиболее иногда странные воспоминания юности. У меня тоже, если честно. Изабелла действительно на сегодняшний день запрещена в большинстве стран для винного производства. Это вкусный виноград сам по себе, он является неким таким промежуточным звеном, то есть, когда сам и сам виноград можно есть и вино из него производить. Это очень дешевый и легкорастущий виноград, он практически не убиваем. Если с тем же Савиньон Блан или Гренаж вам нужно вокруг него делать танцы с бубнами, чтобы у вас была правильная температура, правильная влажность, его не съел жучок, его не поразил, выразили паразиты и 10 казней египетских и так далее. С Изабеллой вы можете делать то, что вы хотите, она все равно будет расти и плодоносить, она будет расти у вас в цветочном горшке, в ванне, в туалете, в подвале. Все равно вырастет. Я немножко сейчас утрирую, но в принципе это очень живучее растение. А поэтому, конечно же, в Молдове и в Украине и на юге России вино из этого сорта винограда было чрезвычайно популярным, его продавали в трехлитровых банках, канистрах, литрами, его пили тоннами. Похмелье и опьянение от этого вина жесточайшее. Связано это с токсинами, природными токсинами, которые находятся в этом сорте винограда. Именно поэтому винные ассоциации большинства стран запрещают на сегодняшний день производство вина из винограда, из сорта Изабеллы, из-за токсинов. Израиль не исключение в данном случае, но вы можете выращивать его у себя дома на балконе или в саду, делать из него вино. Вам, разумеется, никто не запретит, но вы не можете делать такое массовое производство, промышленное производство. И, в общем, я бы, конечно, была бы чрезвычайно аккуратна именно с Изабеллой из-за токсинов, которые находятся в этом винограде. Они не очень полезны нашему организму. Так, как влияют косточки на вино? Косточки дают вино аромат. Если даже вы попробуете разгрызть винную косточку, вы почувствуете, что у нее есть вкус, и этот вкус не противный, он ароматный, он дает огромное количество граней. Здесь важно не додавить эту косточку, чтобы не появилась горечь. Но и косточка, и шкурки, и даже черенки дают в конечном итоге вашему вину палитру. А именно палитра нам нужна. Мы не хотим получить вино, в котором мы будем ощущать вкус винограда. Мы хотим получить шоколад, мы хотим получить фрукты, мы хотим получить лесные ягоды, мы хотим получить в красном вине, например, мох или гнилые листья. Это все очень хорошие ароматы вине, и за них как раз-таки ответственны все части тела виноградины. Более того, не сказала об этом в начале, но это невероятно красиво с моей точки зрения. Знаете, что чем, скажем так, в зависимости от климата или географии, в которой живет народность, количество слов, синонимов, вот этот диапазон разнится, у народов севера, сейчас могу ошибиться, 50 слов для, шутка, конечно, для белого цвета, 50 оттенков этого белого из-за снега. У нас, у арабов, у евреев минимум пять названий пустыни, разного типа пустыни, это песчаная пустыня, это пустыня с источниками, это пустыня с колючками, это пустыня на юге или на севере, потому что мы были окружены пустынями. И в иврите, в отличие от русского языка, который чрезвычайно беден, у нас есть что? У нас есть виноградный цвет, у нас есть плод, у нас есть гроздь, у нас есть лоза, в иврите есть отдельные слова и для виноградной шкурки, которые не используются ни для какой больше шкурки никакого другого плода, и для виноградного цветка, слово, которое используется только для виноградного цветения и для виноградной гроздьи, которая не будет использована ни для какого другого растения, помимо винограда. И это говорит о том, насколько виноделие плотно и прочно вплетено в нашу жизнь, потому что у нас есть отдельные 500 миллионов слов только для винограда и только для виноделия. Это, мне кажется, очень красиво, по крайней мере, всем, кто любит лингвистику. Можно ли получить запись от оканья? Наверное, можно, Анна, ответить на этот вопрос, я не знаю, судя по тому, что у меня здесь горит рекординг, то, наверное, да. Where does the flavor fruit taste come from? Собственно, из-за чего говорила, шкурка, мякоть, разумеется, косточка и даже небольшое количество черенков тоже не повредит. Я не говорю о ветках, но вот такие маленькие, тоненькие веточки иногда могут не помешать, главное, с ними не переборщить. На что уделять внимание при читке наклейки? Очевидные этикетки. Если для вас важен кашрут, то, разумеется, на тип кашрута. Мевушаль, ломевушаль. Очень важно. Если вы планируете старить, хранить ваше вино лет 10 в холодильнике, и вы покупаете дорогую бутылку, скажем так, бутылку, которая стоит 80 долларов и выше, то, конечно, израильского вина или неизраильского, но кошерного, то, конечно, предпочтительно, чтобы это вино было ломевушаль, не варёное вино. Если вы покупаете вино столовое, то совершенно неважно. Мевушаль, ломевушаль, это практически не отразится. Смотрите также на градусы. Алкоголь всегда, согласно законодательству, всех стран обязаны виноделы указывать градусы. Они должны быть вам приятны, скажем так. А также многие пишут сорты винограда, из чего оно сделано, если у вас есть предпочтения. И такой tricky moment в данном случае связан с бочкой. Я говорила о том, что красный и белый вина хранятся в бочке, держатся, старятся в бочках и так далее. Не все сорта, не всем бочка идёт, белым винам очень малому количеству, но сейчас давайте сконцентрируемся на красном. А бочки делаются, как правило, из двух видов дерева, из американского дуба и французского дуба. Каждая такая бочка начистоит французского дуба от трёх с половиной тысяч долларов. Очень дорого. Хорошие винодельни, ботиковые винодельни не используют бочку дважды. Они их продают более дешёвым винодельням. Таким образом, эти бочки выбираются виноделом вручную. Израильские винодельни, специально виноделы летят во Францию или в Америку для того, чтобы выбрать бочку. Каждая бочка, её смолят же вручную, бочки производят вручную, это потомственно-династическая работа. Они будут иметь немного разные оттенки запахов, соответственно, насыщенности, соответственно, передадут вину. Как мы передаём наш ДНК детям, они передадут разные материалы. И когда был год короны, и всё закрыли, и Франция закрыта, и никуда не поехать, израильские виноделы встали перед большой проблемой. Это вот на самом деле из неочевидных вещей, на что повлиял ковид, да и на что повлиял посеместный карантин и закрытие полётов. У меня вот несколько моих хороших друзей-виноделов не смогли поехать и купить бочки. И теперь они судорожно думают, что же делать дальше. Так вот, такой нюанс. Однако не у всех виноделов и виноделин есть бюджет для бочки. Это дорого, и это хлопотно. Поэтому человечество изобрело некий эрзац бочки. Это кусочки древесины, которые нанизаны на такую своеобразную леску, верёвку. Ну, представляете, как такое невод дал свои воротки. Щепки, которые связаны друг с другом верёвкой, которые погружаются в гигантский чан из неросты, и там квасятся какое-то количество времени. Это та же древесина, по большому счёту, просто не в виде бочки, а в виде щепок, таких брусьев, брусочков. Если ваше вино никогда не видело бочку, то согласно законодательству, если прям винодел не рискует своей уголовной ответственностью, может, никогда не будет написано вино, это то, на что сюда стоит обращать внимание, не будет написано вино выдержано в бочке два года, будет написано с ароматом бочки, будет написано видело бочку издалека. В общем, любые формулировки, как правило, там на иврите иногда пишут бы там хавит, со вкусом бочки, с ароматом бочки. Виноделы, которые выдерживают своё вино реально в бочках, вам вот такими буквами напишут, вино провело в бочке там 12 месяцев, вино провело в бочке 24 месяца большим буквам, потому что это big issue. Поэтому вот на это да стоит обращать внимание. Всё остальное, вопрос вкуса, какой сорт винограда, сколько в нём градусов, на какой высоте он выращен и так далее. С бочкой это нюанс, на который вот как раз нужно аккуратно и не попасться. Так, все, кто опоздал, пришёл позже, я думаю, что Анна предоставит запись. А, вот она уже даже это и ответила. В вертикальном положении сколько лет можно хранить вино? В принципе, неважно, вертикально, горизонтально, под углом, для того, чтобы вино не касалось пробки и она не подгнивала или не протекала. Можно хранить, в общем, сколько угодно. Зависит от качества вина. Есть бутылки Chenin Blanc, одни из самых старых в мире. Это музейный экспонат. Вряд ли кто-то когда-то рискнёт открыть и попробовать. Им более 200 лет на сегодняшний день. в среднем, так называемое окно питья, да, это вот прям термин, это от 2 лет до 10-15 лет. Всё, что больше 15, даже для израильских вин 10 лет, вы уже начинаете рисковать. Как хранилось ваше вино, при какой температуре оно хранилось. Положение бутылки менее важно, намного более важно температурный режим. Нет ничего хуже для вина, чем скачки температур. Вы поставили бутылку в холодильник, там плюс 4, потом вы её достали, забыли на столешнице, на кухню, у вас лето, у них кондиционер не работает, плюс 35, потом вы о ней вспомнили, поставили в винный холодильник, плюс 18, потом вы достали её выпить, пришла соседка, у вас оставить настало 30, потом вы не допили, вернули в холодильник плюс 4. Это совершенно вина не терпит. Лучше оставьте вашу бутылку в стабильных плюс 20 или плюс 25 и не дёргайте её с вот этой вот амплитуды температурных колебаний. Идеальная температура для хранения красных вин это, конечно, 14-18 градусов. Чем теплее, тем вино будет быстрее развиваться, тем меньше вы сможете его хранить, чем прохладнее, тем дольше оно будет храниться. Прохладнее, это, разумеется, не плюс 4 и не минус 20. Замораживать вино нельзя. Положение бутылки менее значимо, если вы не собираетесь организовывать профессиональный винный погреб и собирать винную коллекцию дорогостоящей и так далее. Так, так что можно сказать, что в вертикальном положении можно хранить ровно столько, пока вы не захотите выпить вашу бутылку. Как потребитель может определить, вино варёное всегда будет написано на этикетке. Всегда. Большими буквами всегда. Варёное или не варёное, так прямо и будет написано, если мы говорим о кошерных винах. Некошерные вины никогда не подвергаются этой процедуре, поэтому для них она нерелевантна. Это, в принципе, актуально только для кошерного вина. Неважно, израильского или неизраильского, но всегда кошерного. На некошерных винах этого написано не будет. Неважно, израильских или зарубежных, только на кошерных. Большое спасибо, очень интересно. Из какого металла изготавливают металлические очаны для вина? Из неросты, нержавейка, самый гипоаллергенный материал из них. Но, в принципе, хранить вино на винодельне, если нет бочки, можно не только в неросте, можно и в бетонных бассейнах. Например, если это большая масс-маркетовая винодельня и бочки из разного размера. У вас там помещается от условных 25 литров до 300 литров для больших бочек. Однако, не больше. Если же вы масс-маркет европейский или нового света производитель, у вас там тонны вина, кубометры. Поэтому используют бетонные вполне, довольно часто бассейны большие, не металлические очаны. Спасибо, вы реально любите то, о чем говорите. Чистая правда, люблю очень много лет. Надеюсь, внешне это незаметно. Ну что, большое спасибо всем. Прямо было действительно интересно. Я надеюсь, что запись также будет чем-то вам полезна. Я всегда рада любой возможности, даже пускай одновекторно, но с кем-то пообщаться, донести, по крайней мере, то, что я знаю, то, что я люблю. Я, конечно, надеюсь, что это наша не последняя встреча, что мы еще будем встречаться. И в оффлайне я очень жду этого, жду не дождусь тоже. Если у вас какие-то будут походу впоследствии вопросы или комментарии, я всегда открыта во всех соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. Я буду рада всеми задружиться и там, и здесь. И еще раз большое спасибо Моментуму и Анне лично, и для меня это большая честь и радость принимать участие в ваших мероприятиях. Большое вам спасибо всем. Эйна, большое спасибо. Оно от нас прежде всего. Кладезь ваших знаний, диапазон кругозора и энергии, которую вы посвящаете и вкладываете в любую тему, он просто поражает каждый раз заново и превращает одновекторное общение в очень неодновекторное общение. Мне кажется, уже все просто предвкушают общение и оффлайн присоединиться к любой экскурсии, которую вы будете проводить, и лекция, безусловно, мы с нашей стороны будем это повторять. У меня лично я чувствую, что мое окно питья вот открылось прямо сейчас после этого мероприятия. Больше практики, друзья. Я не понимаю, как это называется. Это окно питья оказывается. Вот, и до того, как мы все приступим к этой части, я хочу попросить нашего технического продюсера Олю включить 30-секундный опрос для того, чтобы мы знали, куда идти дальше и получили от вас какие-то отзывы, а также пригласить вас всех на наш следующий эфир, который состоится через две недели, тоже в среду вечером. И это будет трехмерная виртуальная экскурсия по еврейскому кварталу Ярусалима. Ей руководит Шлома Таль, это образовательный директор фонда стены, наследие стены плача, очень интересный человек, с очень глубокими знаниями и действительно восхитительной техникой виртуальных экскурсий до того времени, пока они станут опять возможными в настоящем времени. Вот, спасибо всем, кто был с нами сегодня. Эйна, спасибо вам огромное вечер. Всем спасибо и всем до встречи в скорой встрече. Линк на запись этого эфира, можно посмотреть в нашей группе этого эфира и предыдущих эфиров, а также я оставлю в чат приглашение на следующий эфир. Всего доброго. Спасибо.